всем привет вы на канале crazy true сегодня мы поговорим про неочевидные минусы ссср погнали старшее поколение уже не помнит а молодежь еще не знает многие жители бывшего советского союза вспоминают о нем с ностальгией забывая почти все плохое что там было и вот уже почти никто не ругает дефицит уравниловку неважную медицину железный занавес и прочее а молодежь родившаяся после его развала мечтает туда попасть но все-таки в этой великой стране существовали не самые очевидные минусы которые старшее поколение уже не помнит о молодежь еще не знает некоторые из них мы попытались вспомнить в этом материале дефицит туалетной бумаги наше время когда магазинные полки ломятся от упаковок туалетной бумаги всех мастей сложно поверить что когда-то такую простую вещь было не достать и тут дело даже не в пандемии просто в ссср этот предмет интимной гигиены до 1969 года даже не производили а вся страна использовала нарезанную бумагу но даже когда первые рулоны стали появляться на магазинных полках они тут же исчезали мощностей сяческого цбк на всю страну не хватало из-за чего порой люди даже ездили в другие города чтобы закупиться в том числе и этим дефицитным товаром до сих пор на просторах интернета можно встретить фотографии тех лет когда человек обязывался веревка с рулонами бумаги как революционный матрос пулеметной лентой плохая экология с экологией в союзами церемонились на фоне огромных строек и проектов и и воспринимали только как тормозящий фактор вообще это материал для большой отдельной программы а то и нескольких поэтому пройдем по теме очень коротко был построен байкальский целлюлозно-бумажный комбинат загрязнявший озеро байкал практиковались развороты рек в результате которых например обмелела аральское море промышленные производства открывались прямо в черте города из-за чего воздух был мягко говоря не очень до сих пор в некоторых городах урала и сибири остается не модернизированное советское производство те люди из-за загрязнения продолжают страдать и чахнуть а еще повсеместно загрязненные реки кислотные дожди загрязнение радиации многое другое но один экологический плюс в ссср все же был тогда минимально использовали пластик для упаковок и почти вся тара была многоразовая да и техника строилась с тем расчетом что ее можно починить а запланированном старение тогда еще никто не слышал привычка ничего не выкидывать из-за дефицита граждане ссср старались максимально сохранить то что у них было поэтому не только занашивали одежду до дыр чинили безнадежные бытовые приборы но еще складировали нужные и ненужные чаще всего вещи на балконах и антресоля со временем эти пространства напоминали что-то среднее между жилищем плюшкина и нарнией потому что там можно было найти все от 10 летних закаток продуктов до одинокой лыжи вездесущие соленья из-за того что свежих фруктов и овощей зимой в то время почти что не было граждане массово закатывали банки все то что хотели сохранить огурцы и кабачки даже арбузы а чтобы эти дары природы вырастить многим приходилось кровить свое здоровье на дачах и огородах надежде на то что их скромный урожай в зимнее время его восстановит вот только все эти закатки не слишком то и полезные большое количество соли в них вызвало повыше повышение артериального давления а горячий маринад с уксусом разрушали почти все полезные свойства продуктов хамоватые продавщицы это сейчас все продавцы вам улыбаются заискивающие заглядывают в глаза повторяя про себя клиент всегда прав советское время продавщицы могли нахамить а то и не продать товар а пожаловаться на них было некому и негде потому что они считались привилегированной кастой так как могли достать и продать дефицитные вещи поэтому все предпочитали с ними дружить проглатывая хамство и них и не храня обиды странное понятие роскошь дефицит и особенности уклада жизни в ссср создали странное представление о предметах роскоши сейчас большинство из этих вещей выглядят совсем обычными если не безделушками вот только часть из них американский джинсы жевательная резинка хрустальная посуда полированные мебельные стенки сервизы из гдр и прочее стоит ли говорить что большинство из них после развала страны мгновенно обесценились а обменять хрустальные вазы на что-то стоящее было нереально тотальная скука но главным минусом люди чаще всего называют то что жизнь в ссср была невероятно скучной страной по телевизору смотреть было нечего в кино сплошь унылые драмы развлекательную литературу было не достать а рок-музыки не существовало на этом у нас сегодня все ставьте лайки подписывайтесь на канал этим вы мотивируете нас на выпуск новых еще более интересных видео пока пока